Все мы знаем, что содержание в воздухе водяных паров, которые называют влажностью воздуха, имеет большое значение в нашей повседневной жизни. Сейчас этот датчик показывает влажность 26%, и я чувствую себя более-менее комфортно. А зимой влажность опускалась до 15%, кожа начинала сохнуть, и ее приходилось смазывать кремом. С другой стороны, когда я был в Бангкоке, я ощущал себя довольно тяжко при тех же 28 градусах, которые бывают летом дома. Но когда я переехал оттуда в Чиангмай, я почувствовал себя гораздо лучше, хотя температура там даже в тени составляла 35 градусов Цельсия. А все дело в том, что влажность в Бангкоке была весьма высокой, близкой к 100%, а в Чиангмай гораздо ниже. И поэтому понятие влажности заслуживает того, чтобы с ним разбираться. А разбираться мы с ним будем как в физике. Понятно, что мы могли бы залить здесь весь пол водой, закрыть окна и влажность бы сильно увеличилась. Но делать этого мы не будем, а вместо этого сделаем такой опыт. Возьмем бутылочку с водой при комнатной температуре, опустим в нее датчик и обернем горнышко изолентой. Мы подождали, пока датчик придет в равновесие с водяными парами в бутылочке. И теперь он показывает уже не 25, а 96%, что очень близко к 100%. А теперь давайте разберемся, что это за 100% и почему так происходит. Рассмотрим замкнутый ящик, заполненный сухим воздухом, и поставим в него чашку с водой. Вода из чашки испаряется, и некоторые молекулы воды вылетают из чашки в воздух. И содержание водяных паров в воздухе возрастает. С другой стороны, часть молекул воды возвращается из воздуха обратно в чашку. И чем больше в воздухе водяных паров, тем больше число возвращающихся молекул. При какой-то концентрации водяных паров процесс покидания и процесс возвращения сравниваются друг с другом. И влажность воздуха достигает предела. Больше она стать уже не может. Говорят, что водяной пар стал насыщенным. И именно такое содержание водяных паров принимают за 100% влажности. Уберем чашку с водой. Влажность пока что остается равной 100%. А теперь внесем в ящик поглотитель влаги. Например, силикогель. Пусть он поглотил половину молекул воды. Значит, относительная влажность теперь составляет 50% от максимально возможной. А если осталось 20% молекул воды, то и относительная влажность стала равна 20%. И именно относительная влажность воздуха отвечает за наше самочувствие. Когда влажность воздуха высокая, испарение с поверхности кожи затруднено. А наша терморегуляция определяется этим испарением, о чем рассказывается в ролике «Охлаждение испарением». Вот мы и перегреваемся в жару при высокой влажности. И, конечно, надо понимать, что содержание насыщенных паров, от которого считается относительная влажность, само сильно растет с ростом температуры. Потому что из воды теперь вылетает гораздо больше молекул за единицу времени. И одному и тому же содержанию водяных паров в воздухе соответствует разная относительная влажность. К примеру, здесь она составляет 50%, а здесь при более высокой температуре всего 20%. А теперь попробуйте ответить на наш заключительный вопрос. Почему зимой во время сильных морозов влажность в отапливаемой комнате оказывается такой низкой? Некоторые считают, что это происходит из-за действия батарей отопления, которые сушат воздух. Но так ли это? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.